Бахтиар Базарбеков Бахтиар Марат Веломарафон на территории Центральной Азии. Это у нас второй веломарафон. Первый был в прошлом году. Мы проводили веломарафон, называется «Две столицы». Мы проехали от Алматы до Астаны за 9 дней. Это был действительно первый наш опыт. И он сложился более чем удачно. О нас стали узнавать, нас приглашать. И ребята сами вдохновились этой поездкой. Поступали звонки из других городов. А как можно к вам присоединиться? Что для этого нужно? Я говорю, для этого нужно тренироваться. Для нас командный дух, командная атмосфера – это самое-самое основное. Потому что тренировки – это очень важная часть. Сплочение команды, общей физической подготовки и так далее. Есть соответствующий отбор команды тоже. Если говорить о веломарафоне Алматы Бишкек и Сыкуль, он, можно сказать, тоже в своем роде первый, именно как международный. Но мы на этом не собираемся останавливаться. И на следующий год мы хотим соединить материки, скажите. Совершенно правильно. Это точно. Еще будем думать. Потому что в целом есть сейчас понимание, есть концепт, к чему стремиться. Но детализацию я сейчас не смогу рассказать, потому что не сложился пазл, так сказать. Так же, как у нас и было в Астане при проведении первого веломарафона, мы не знали, где купить эти специализированные велосипеды, как они там что вообще себе представляют. Была идея, которая, ну, силой наших мыслей, наших желаний воплотилась в жизнь. И когда мы говорили о веломарафоне Алматы и Сыкуль уже в прошлом году, опять-таки не было конкретных деталей, что и как будет. Но, как вот оказалась практика, то есть у нас даже девиз есть, когда есть цель, преграды нипочем. Поэтому, если есть цель, как бы говорится, все, все достижимо. Ну, как бы это уже не звучало избито, но это так. Марат, ну, а вот вы лично, когда узнали о том, что состоится такой велотур, состоится такой велопроект, и почему именно вы решили принять участие в данном событии, расскажите, пожалуйста. О проекте я узнал в апреле этого года. Познакомился с Бахтяром на одном из таких тренингов. Узнал, что есть такой проект, и сразу же напросился к Бахтяру с просьбой, чтобы меня взяли этот проект. Потому что я с детства люблю велосипед с пяти лет. То есть катался все время, и была цель там со своего родного села там доехать до другого. А тут появилась возможность именно преодолеть черту нашего государства. То есть доехать до другой страны. Поэтому внутри что-то щелкнуло, я понял, что это мое, и напросился, и добился того, чтобы меня взяли в команду. На самом деле я вам скажу, что на волонтерах, на пилотах лежит огромная ответственность. Одно дело, когда ты сам садишься на велосипед и едешь, ты, ну, то есть отвечаешь только за себя, можно сказать. Тут, когда сзади сидит у тебя незрячий человек, ты садишься на вот этот вот здоровый длинный велосипед, ощущения, конечно, ну, необычные, надо сказать, наверное, да, Омра? Первый раз на первую тренировку мне предложили сесть сзади на место стокера, и закрыли мне глаза. Это у нас такая инициация, мы всегда так делаем. Чтобы понять, да, человека. Конечно, да, то есть, потому что в будущем, как я пилот, я должен понимать, что чувствует этот человек с стокера сзади. И, знаете, когда мне закрыли глаза, и мы по парку Горького катались по этим дорожкам, слух, он обострился, ну, раза в три, в четыре, наверное. То есть, если раньше, вот я просто ходил по улицам, я просто слышал гул машин, гул города, я здесь начал слышать, там, пенептиц. То есть, люди там ходят, да, парень с девушкой что-то там, ну, обсуждая, там, ребенок пробежал. То есть, все-все-все вот эти звуки, они как бы заполнили меня изнутри. То есть, ничего не видя, но я стал намного лучше слышать и ощущать это все. Ну, на самом деле, ну, очень страшно. И приходится просто доверять тому человеку, кто сидит перед тобой, то есть, пилоту. Ну, я очень рад тому, что у меня сложилось такие хорошие отношения, доверительные с моим стокером, и мы смогли вот преодолеть эту дистанцию без проблем, без травм. Это самое важное. Потому что пилоты проходят отбор, они проходят тренировкой, это и должна быть и психологическая совместимость, и физиологическая совместимость в плане одновременно крутить педали. Они должны полностью друг друга понимать, можно сказать, без слов. Востоке доверяет, можно сказать, ну, свою жизнь, да, этому человеку. То есть, это достаточно экстремальный вид спорта, да, вело-вело. Ну, и были-были падения, были травмы, без этого никак. Ну, надеемся, были не страшные травмы. Нет, не страшные. Но все-таки это все работает как единый организм, там уже на трассе, когда ребята едут, преодолевая большие расстояния. Да, на трассах уже конкретно у нас ничего такого не происходило. Ну, на тренировках это вот, то есть, в целом, когда мы уже готовы непосредственно к заезду, там уже все отработано. Но очень масштабный проект, сложный, да? А кто помогал вам в реализации? В прошлом году, когда мы организовали Астану, мы организовали практически своими силами, за свои деньги, все по своим усилиям. В этом году, конечно же, мы подошли уже более масштаб, более основать, потому что все-таки в два раза количество увеличилось наших участников. Если в прошлом году мы 9 человек выехали, в этом году уже 18 человек, плюс еще волонтеры, плюс сопровождение, там, команда, 30-35 человек. Это такая большая ответственность, во всяком случае, для меня, для организатора. Это разные люди с разными установками, вообще разным там мировоззрением. А тут в дороге, в экстремальных условиях, ну, где-то дождь, где-то палатки надо ставить, где-то что-то, то есть это все. Для меня было важно сохранить атмосферу взаимопомощи, дружбы. Скажите, а как изменились люди с особыми потребностями после велопробега? Это же для них все было сделано? Именно второй веломарафон, он бы не был возможным без, конечно, поддержки, потому что количество людей больше. И в этом нам помог фонд первого президента Республики Казахстана, очень большая благодарность. Для того, что наш проект был признан лучшим социальным проектом года, и нам был выделен грант на проведение этого веломарафона. И вот признание вот таких вот организаций, оно действительно вдохновляет. Вдохновляет, оно вдохновляет, ты бросаешь там основную работу свою, ты начинаешь заниматься, в голову погружаться в этот проект. И для меня это испытание, это другой уровень ответственности. Одно дело я как режиссер, как руководитель продакшн-студии работаю по коммерческим проектам, тут все понятно. Там договор, подписали акт выполнения работы, приняли деньги, все. А здесь немножко все по-другому, то есть здесь больше отсюда, наверное, то есть здесь как бы без этого никак. Для участников, конечно, это возможность проявить, возможность испытать себя, возможность раскрыть себя. Потому что не секрет, как бы есть общественные стереотипы, ярлыки, навязанные на людей с особыми потребностями, да, с ограниченными возможностями, которые вдобавок, в перемешку к собственным комплексам и страхам делают человека пассивным. Человека делают немножко закрытым. Это действительно большая проблема, когда человек просто сидит невостребованный дома. И наша задача вот именно этих проектов – это вытащить, встряхнуть человека, дать ему возможность поверить в собственные силы, дать ему ощутить, когда он преодолевает какие-то ранее неизведанные какие-то границы. У человека появляется вера в себя, у человека появляется вдохновение, у него появляется энергия. Эту энергию уже можно направлять на работу, на семью. Инклюзивность в этом заключается в том, что вот Марат, допустим, он пилот, у него, кстати, была вот Захара, она вот в прошлом году у нас не было девушек, в этом году уже три девушки у нас было, и, то есть, со слабым зрением, да, и вот это вот общение, оно позволяет не замыкаться именно в каком-то определенном обществе, да, то есть мы, допустим, как вот люди со слабым зрением или с незрячим, да, общаются, ну, как правило, там, с незрячими, то есть в своем, да, кругу. А тут это выход, это социализация, а с другой стороны, и я думаю, что для наших пилотов, для волонтеров, у них тоже много инсайтов в голове возникло, и отношения возникли, то есть у нас, я говорю, мы интервью брали там у девочек, у наших вот волонтер, Алина давала, ты, говорит, ты уже перестаешь себя жалеть, где-то, говорит, посмотришь на себя по-другому, то есть это действительно, можно сказать, яркое приключение, это не только с этой стороны, то есть люди меняют что-то, какое-то свое мировоззрение, я думаю, что это обоюдно. Обоюдно и интересно более того, Бахтия. Интересно, да. Бахтия, вы знаете, вот от большой армии зрителей канала Хабар мы хотим пожелать вам новых трасс. Марат, Бахтия, ну, дорогие джентльмены, от вас несколько слов приветствия и пожеланий всем, кто, возможно, хочет присоединиться к вам и всем, кто смотрит нашу утреннюю программу. Да, отличная возможность пригласить новых участников в ваш барабан. Вам слово, господа. Всем жителям нашей республики я желаю здоровья, удачи и всегда, самое главное, верьте в себя, верьте в свои силы, тогда у вас все получится. От себя хотелось бы пожелать крепкого здоровья всем, ставьте большие цели и верьте в свои возможности. Спасибо. Бахтия, Марат, во-первых, от лица всей программы Жанакун мы хотим поблагодарить вас за то, что вы делаете, потому что это на самом деле важно не только для вас, вы правильно сказали, что делая добрые дела, занимая благотворительностью, мы меняемся сами, но и для огромного количества людей, которых вы привлекаете к этой социализации и раскрываете перед ними новые возможности. Большое вам спасибо. Спасибо.